МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Поговорить сегодня хотелось бы о роли личности в современной истории Молдовы. Не секрет, что в критические поворотные минуты такие качества лидеров государства, как способность взять на себя ответственность, проявить свой взгляд на развитие страны и уметь его отстоять, особенно необходимым обществу и государству. Сегодняшняя Молдова живет в плену противоречий. И как сквозь навязанный нам стереотип увидеть тот путь государства, который выгоден его гражданам, поговорим с главой представительства агентства ТАСС в Молдове Валерием Демидецким. Здравствуй! Здравствуйте! Ну, вот уже очень давно ты пишешь о том, что происходит в Молдове. Даже не берусь сказать точную цифру, но тебе она известна. Даже страшно сказать. Страшно сказать, да? Ну, уже даже не одно десятилетие. Ну, где-то с 1985 года. Кто дружит с математикой, знаешь, а зрители тот же быстро подсчитал. После университета сразу. Понял. И вот таким образом как бы становишься свидетелем происходящего в сегодняшней Молдове. И сегодня в Молдове вот как-то обозначился круг тем, вокруг которых двигаются журналисты, вокруг которых там роятся политологи, и вот как-то они уже специализируются по тем или иным темам. Можно даже обозначить. Это тема Приднестровья, Приднестровского конфликта. Одна тема. Тема стагнирующей молдавской экономики, или точнее отсутствия молдавской экономики. Там одна тема, есть свои эксперты, которые говорят, почему так, а не так. И как надо было бы сделать вообще, чтобы не было ничего. То есть много слов, много букв в этом предложении. Назвать слово не сумели. Ну, я еще не настолько талантлив, как многие наши политологи. Я просто журналист, поэтому не представляюсь политологом. Но у нас есть политологи, действительно, есть и политики, которые могут наговорить 3-4 часа, а потом, когда начинают расшифровывать и вчитываться, возникает, что за этим ничего не стоит. Да и нет информационного повода даже. Все так округло, все так красиво. Знаете, вот особенно надо знать 2-3 подзаголовка, евроинтеграция, там еще что-то, еще что-то. И вроде бы каждый человек говорит умные вещи. Ну вот сегодня обозначилась еще одна тема. Но кроме того, если уже говорить про евроинтеграцию, то есть в начале 2000-х появляется тема евроинтеграции, резкий поворот политический и экономический на Запад. Результаты довольно быстро мы получили. Это эмбарго со стороны восточных наших партнеров и отсутствие желаемого результата от открытия нам западных рынков. Сегодня в последнее время говорится о реанимации дружеских связей с Российской Федерацией, чтобы снова вернуть какой-то глоток кислорода в экономику в виде финансовых средств, в виде возможностей российского рынка. И вот хотелось бы как бы обо всем этом тоже поговорить. В данном случае не с политологом, а с человеком, который пишет на эти темы, который опирается на факты. И начнем, наверное, по порядку. По порядку, который так вот я экспромтом обозначил. Приднестровье. Сегодня все чаще в Приднестровской, особенно прессе, появляются, ну будем говорить, материалы такого критического характера в отношении молдавской власти. Нам здесь, на правом бережье, так сказать, не привыкать к этому. Но добавился новый такой вот тренд. После встреч, которые были проведены между лидерами Молдовы, Игорем Николаевичем Дадоном, и лидером Приднестровского региона, Вадимом Красносельским, как бы одна встреча, вторая, вдруг начали появляться так или иначе те статьи, в которых говорится, что вот молдавский лидер, ну, в общем-то, может угодить в некую ловушку, которую когда-то попал предыдущий президент, один из предыдущих президентов, когда очень много говорилось о сближении, но в итоге ничего не делалось. Вот на твой взгляд, что за всем этим лежит? Ревность? Может быть, действительно просчет какой-то ситуации, которая складывается сегодня в Приднестровье? А может быть, наоборот, пытается помешать наметившимся процессам? Ты знаешь, я не думаю, что президент Дадона наступит на грабли Воронина. Обычно чужих ошибках хочется, умные люди. Но, действительно, ты прав, активизация контактов между Кишиневым и Москвой, действительно, ну, несколько неприятна от Тирасполя. Это понятно. То есть это ревность? Нет, это не ревность. Просто, понимаешь, когда ты, ну, будем говорить так, значит, Приднестровье – это непризнанное государство. Оно признано только как участник переговоров в формате 5 плюс 2, да, где оно сидит за столом переговоров. И всякий раз, когда, ну, вот у них было поле такое для маневра, да, всякий раз, когда их называют, как бы давили на них в Москве, усажив за стол переговоров, заставляя подписать тот же меморандум Примакова, потом была история с меморандумом Козыка, они иногда, бывало, так апеллировали к Украине, да. Сегодня круг вот этой поддержки очень снизился. Сегодня они могут апеллировать только к Москве. И тут вдруг противная сторона, но за столом переговоров, ну, ничего такого страшного нет. Переговор – это конкуренция. Дипломаты набирают разбег, когда, кстати, за стол переговоров стараются что-то выиграть. Это обыкновенный торг, да. И тут вдруг у твоего, так сказать, визави на переговорах появляется очень хорошее отношение с тем, на кого ты тоже опираешься, да. Ну, и это понятно, ничего такого в этом удивительного нет. Я считаю, что для Молдовы, как и для Приднестровья, как и для многих игроков, которые небольшие в мире, очень важно понимать то, что сказал когда-то Киссинджер. Пусть ругают, пусть хвалят, страшно, когда забудут. Вот. И для Молдовы Приднестровская проблема – это тоже козырь. Давай вспомним, что небольшое государство Израиль, да, вот, которое по населению, по площади очень близко к нам, но имеет ВВП, по-моему, в десятки раз больше. Вот. Делает сумасшедшие деньги и сумасшедшее влияние в мире. К ним пролетает Трамп. К нам президент никогда не пролетал, да. Делает сумасшедшие влияние на своей проблеме, вот, которая у нее есть, да. У нее есть очень серьезная проблема, да. Вот взаимоотношения, там, с палестинским вопросом и другие. Но они умеют из этого, знаете, вот как никогда не... Политический дивиденд какой-то. Естественно, да. Знаете, вот когда Махатма Ганди, великий, встретился с английским губернатором, с ним поздоровался, а тот удивился, он говорит, ты знаете, говорит, у меня есть, у нас есть проблемы. И они нас объединяют. Понимаете? Вот когда есть такие проблемы, есть внимание к Молдове, к Молдове больших игроков, да. Смотрите, за столом 5 плюс 2 и США, и ЕС, и Россия, и Украина. То есть, а представьте себе, что вас не будут помнить, допустим, как многие из мелких страны, даже в подбирюще Европы, да. Вот что вы сегодня знаете о Македонии? Вы президента хоть вспомните? Ну, будете, вот, Словении, Словакии, там, что-то спросишь. А кто там у них президент? А какие у них проблемы есть? А вот и ничего не знаем. А так, мол, у них есть принесловская проблема, знаете. Они решают эту проблему, есть приковано внимание мира, да, какое-то, да. Я не говорю, что там она на первом месте в мировом раскладе. Но, тем не менее, о нас знают. И мы можем встречаться с этими людьми, большими людьми, заявить о себе, даже пройдя в время обозначить какой-то круг вопросов и готовиться к тому, что может когда-нибудь возникнуть окно. Вот как оно несколько раз возникало, да, когда была история с меморандумом, Козаком, там, еще. Вот сейчас тоже может возникнуть такое окно. И мне очень жаль тех политиков, которые будут к этому не готовы. Со стороны президента Дадона я вижу это желание, да, быть готовым. То есть быть в теме, встречаться, разговаривать, садить за зло переговоров. Те же, кто не хочет садить за зло переговоров, да, обрекает себя на какую-то изоляцию. Я понимаю Пренестровье, потому что, понимаете, если Пренестровье садить за зло переговоры, надо говорить и дальше. И это неминуемо за зло переговоры тебя начинает подталкивать. Естественно, Пренестровье не объективно. Можно ругать их, хвалить их, но тем не менее им объективно невыгодно. Им выгодно затягивать переговоры в надежде, они этого не скрывают, что Молдова как проект независимого государства не состоится. И тогда у них будет какой-то вариант возможности, да. И здесь хочу вам сказать, что мне тоже очень сложно. Давай скажем так, у нас тоже, когда мы видим, что в правящей коалиции есть партия, которая выступает против государства Молдовы, да. И, допустим, нонсенс, когда я там говорил своим зарубежным коллегам, что у нас министр обороны выступает за ликвидацией государства. Вот бывший, да. Но они тоже удивлялись этому. То есть пока мы не поймем, что мы хотим строить, да, что мы будем строить молдавское государство. Если мы будем строить молдавское государство, значит, нам есть смысл приглашать туда Приднестровье. Но если мы говорим, что мы его строить не будем, а будем объединяться с одной страной, тогда нам нет смысла обсуждать Приднестровскую проблему. Какой смысл? Зачем их звать туда, куда они не пойдут, да? Ну вот сегодня говорится о том, что Украина ввела определенные ограничения относительно импорта и экспорта в Приднестровский регион и экспорта из Приднестровского региона продуктов питания. То есть это, можно говорить, о какой-то, не знаю, крупномасштабной блокаде региона или изменение, ну не знаю, каких-то правил экономических игр? Ну здесь, знаете, вот и политологи, и политики Приднестровские молодцы. Они действительно раздули из этого, как всегда, тему такую шикарную. Нас душат. Нас душат, блокировать, давайте за стол переговоров, давайте обсуждать это, какие там мелкие шаги и так далее. Да, и уже американский посол сказал, мы хотим вернуться за стол, надо возвращаться за стол переговоров. Уже и Россия сказала, уже и Украина тоже сказала. Но давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Давайте скажем так, вот, допустим, я твердо знаю, и многие, кто интересуется Приднестровской проблемой неповерхностно, знают, что эти ограничения не касаются украинских товаров. То есть импорта в Приднестровский регион, ввоза в украинские товары? Которые, которые будут возиться туда, регистрации в Молдавии не подлежат. Подлежат только турецкие и российские. Но в Приднестровье всегда украинские товары возились очень широко. Давайте скажем, кому это выгодно. Помните эту историю, когда Воронин начал говорить о контрабанде со стороны, так сказать, Приднестровья? В Приднестровье. Всякий человек, который учился в школе, не стрелял из-за рогатки, он знает, что Приднестровье расположено между Молдовой и Украиной. У них нет ни космодрома, ни шаг для того, чтобы заниматься контрабандой. Стало быть, контрабандный процесс, как и любого, обоюдный. Они должны заниматься контрабандой или с нами, или с украинцами. Если они занимаются, мы, свято дело, с ними контрабандой, скажем так. Ну, если мы подняли вопрос, значит, мы тут ни при чем. Типа ни при чем. Если они занимаются с Украиной, мы все взрослые люди. Контрабандой можно заниматься при том, что тебе будут помогать таможня, спецслужбы, погранвойска, МВД и все остальные силовики. Под чем контролем силовики в любом государстве? Под контролем президента. Если они этим занимаются, значит, это контролируют. Поэтому ловить их, это бессмысленно, понимаете? Потому что, если когда рассказывают люди, которые знают толк в контрабанде, как едут эти контрабандные машины, кто их сопровождает, то их не поймают никогда. Даже миссия «Еубам», которая уже стоит сколько? Слушай, уже 11 лет. И за 11 лет ничего. Помнишь, при Воронье говорили, там точно не атомные бомбы делают в Приднестровье. И вот за 11 лет там две машины с окорочками или что-нибудь такое. Все понимают великолепно. К чему-то, как бы, к чему-то идет. И вот сегодня Украина очень ловко этим решением. Она заблокировала российские, турецкие товары, которые идут через порт. И которым занимается в основном из Турции экспортом одна известная компания в Приднестровье. И открыла, так сказать, рынок для украинских товаров, который очень сильно присутствует. И в Приднестровье, кстати, и у нас. Что удивительно для меня тоже. Потому что для меня, например, я не могу понять смысла... Отсутствие поддержки собственного производителя. Я не могу понять смысла экономической реформы, о которой все кричат вокруг, да. Что мы производим реформы. За 25 лет от слова реформы начали шрахаться. Так скажите мне результат реформ, если у нас невыгодно выращивать яблоки, помидоры и так далее. И мы вынуждены их завозить из Турции. Зачем мы тогда делали реформу? Ну, видимо, для этого делали. Просто мы не понимали, что главная цель, конечная цель всех этих реформаторов... Если конечная цель реформаторов выгнать половину населения из страны и экспортировать наше население, да, вот, и занять такую нишу в мировой рынке труда, то я, например, наблюдал на днях, да, вот вчера или позавчера было заседание по соглашению с ЕС, да, где Михаил Теодорович Гимпу сказал единственное, как бы, достижение. Мы будем бороться с российской пропагандой. Так это что? Российская пропаганда сперла миллиард. Российская пропаганда носила эти вот конверты с малигуцей и с рыбой и разворовала деньги на строительство дорог европейских. Или европейцы этого не видят? Да они прекрасно все знают. Ну, там генетически, видимо, что-то происходит в этом клане, потому что, ведь, смотрите, племянник то же самое, когда не о чем не о чем сказать, Российские журналисты арестовали двух вице-мэров, вы понимаете, одного с поличным в время взятки, а другого, как бы, заставили добровольный писать. Это все виноваты российские журналисты. Ну, я поздравляю, мы приехали. Ну, таким образом, наверное, и статус подняли российским журналистам. Как там комедиклабы? Вот оно что, Михалыч, да? Вот оно что, да, о стране, да, о стране. Ну, вот смотрите, раз вы затронули уже тему либералов, одна из таких, будем говорить, тезисов, один из таких тезисов, с которым они входили во власть, это воспоминания о советской истории, как времени оккупации, сталинизм. Много молдаван было вывезено в сталинские лагеря, в Сибирь. Вот мне такое ощущение, хорошо, но тогда происходило это все на всем Советском Союзе. Страдали все от этих репрессий, если их так будем называть сейчас, все народы, жившие на территории Советского Союза. Но тогда стоит вопрос, у нас сегодня нет сталинских репрессий, но куда делось почти полтора миллиона населения? Понимаете? В те же лагеря уехали? Или, может быть, уехали в трудовые лагеря? Нет, там еще вот тот момент, надо различать, надо различать трудовую миграцию, она как бы присутствует, конечно. Я понимаю, но создали такое демократическое государство, при котором жители бегут. Но дело в том, что по данным Евростата, Молдова, если мы будем двигаться такими же темпами, через сто лет станет необитаемой страной. Но это, конечно, не произойдет, кто-то будет все равно жить. Но, тем не менее, наше население за годы независимости сократилось почти на треть. Это статистика. Это не выехавшие, это снижение рождаемости. Пик рождаемости был, по-моему, в 83-84 год, там 2,5-3 ребенка. Сейчас 1,4, 1. Знаете, и вот, честно говоря, я не знаю, может это европейский тренд, я не знаю, какие-то браки там необычные, но дети не рождаются. И это грозит в стране страшным демографическим кризисом, когда у нас население стареет, и уже как бы социологи предсказывают о том, что уже через несколько лет пенсии у нас, то есть на одну работу еще будет 5-6 пенсионеров. Отсюда и требования увеличить пенсионный возраст, чтобы сократить нагрузку на бюджет. Меня просто поразило. Министр говорит, оказывается, и звонят, и это самое. Пенсионеры? Да, да. Я теперь понимаю, почему пенсионеры хотели побить Булигу. Наверное, она тоже говорила, что они звонят и требуют поднять пенсионный возраст. Ну, они разозлились. Мало ли что бывает. Трудности перевода, видимо, произошли. Трудности перевода произошли. Вот поэтому, может быть, госпожа Булига плакала на этих встречах избирателями, когда ее там костерили и так далее. Но поэтому есть такая проблема. И, ну, давай скажем так, по данным теоретической статистики, за годы независимости, за 25 лет независимости, ВВП Молдавии на душу населения откатился на четверть. То есть, по сравнению с 90-м годом, это когда уже рушили все связи в Советском Союзе, и наступил такой кризис, из-за которого, в принципе, развалился тогда Советский Союз, экономический кризис. Можете представить, как мы продвинулись. У любого человека возникает вопрос, а зачем все это было? Нужно ли было это все делать? Именно так. Да, именно так. Поэтому все эти вопросы возникают. Ну, и здесь, конечно, для того, чтобы сказать, какой тут борщ на кухне, когда такие дела на кухне, где тут, давайте не будем говорить про борщ, да, когда такие дела на кухне, придумываются разные истории, да, вот, про сталинские репрессии и так далее. Это не работает. А знаешь почему? Давай скажем так, признаемся честно, что Молдова стала единственной, единственной страной в СНГ, среди бывших Советских Республик, те коммунисты через 10 лет после триумфального распада Советского Союза, я в кавычках говорю, и отхода КПСС от власти, вернулись к власти демократическим путем. То есть, знаешь, как надо было поиздеваться над народом, да, чтобы они вспоминали о Советском Союзе с ностальгией. В очень короткий период. В очень короткий, за 10 лет. Возродить любовь к коммунизму. И потом эти коммунисты, ты помнишь, никто их от власти отогнал, пришлось сжечь парламент, администрацию президента, чтобы их оттолкнуть от власти. Понимаете? С легкой подачей Запада, которая сказала, что надо уйти, и Владимир Николаевич ушел. Но с другой стороны, а сейчас посмотрите, если бы не случилось... Кто пришел? Смотрите, кто пришел. Смотрите, кто пришел опять, на нишу, которая занята была партией коммунистов. Поэтому людей-то не обманешь, они это видят, понимаешь, их нельзя же обманывать всеми этими разговорами о евроинтеграции и так далее. Насчет евроинтеграции. Знаешь, многие говорят, что я противник евроинтеграции. Это не так. Почему? Потому что только дурак будет говорить о том, что не надо сотрудничать с Европой, торговать, перенимать лучшее, что там есть. Это наивное предположение. Но представлять, как за модернизацию, евроинтеграцию, принципы, и Валорь, как у нас это уже слово набило оскомину, все то, что у нас происходит, это никакая не евроинтеграция, это профанация. Обыкновенная профанация к временам КПСС. Когда, помнишь, позднее было КПСС, мы все смеялись над этим, сидели на кухне, рассказывали анекдоты. То же самое происходит и сейчас. Понимаете, власть живет в своем тренде, что-то там говорит по телевизору. То есть они евроинтегрировались, как сейчас говорят. Народ над этим смеется, плюется и идет, голосует против евроинтеграции. Ну, ты видишь, что происходит по опросам. Партии, которые проводили этот курс, имеют сегодня, им грозит парламент не пройти. Рейдинг в архимедической погрешности. Для этого надо придумывать всякие разные фокусы и пугать своих партнеров по развитию. Смешная тоже история. Партнеры по развитию. Какое развитие? Развития же нет. Партнеры есть, развития нет. Поэтому то, что у нас представляется за то, что учиться у Европы и переменять у Европы, и сотрудничать с Европой, это банальная программа, провалившаяся программа восточного партнерства, где нас заставили делать глупейший выбор. Вы с кем? Вы с Россией или с Европой? Давай будем называть вещи своими именами. И ожидать от России пряников за то, что мы будем делать то, что мы часто делали. Вот сегодня правящая партия вышла и сказала, что вот мы опять хотим как бы давить на телеканалы. Русская пропаганда. Законоприятия. И не путайте, сказал господин Гамурарь. Это речь идет только о российской пропаганде. Понимаете? А почему российская? А что, другой не существует? Нет европейской пропаганды, американской пропаганды, да самая широкая пропаганда. Тем русским надо учиться еще, как проводить пропаганду. Понимаете? Представляете себе, да? Вот американцы, они же молодцы, у них учиться надо. Залали полмира, кровью, разбомбили кучу стран и при этом все говорят, что они несут демократию, свободу и процветание, да? Какое процветание в Ираке? Где режут головы людям и там же сегодня о Саддаме и Хусейне говорят. Из Ближнего Востока сейчас полагается. Да, да, да. Или о Каддафе, или о Саддаме и Хусейне вспоминают уже, как знаете, как о благословенных годах. Дайте сегодня им проголосовать, так они их снова выберут. Уже их не воскресишь, да? Вот. Поэтому вот та же ситуация. А что здесь такого страшного, если будет конкуренция? Нет, мы... Ты знаешь, мне вообще даже... Я тебе честно скажу, мне даже как-то вот я вспоминаю свои... Вспомнишь? Ты, наверное, тоже самое в детстве сидел и крутил ВЭФ и слушал голоса, да? И я тоже слушал, да? Ну, был не ВЭФ, был САКТ, а такая прибалтийская радиола. Да, 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 да. И вот ты знаешь, Спидола, да? Спидола. Они брали их, да. А сейчас интересно. Ты знаешь, мне было тогда, вот вспомни, мне так было стыдно, черт возьми, да? Ну, почему я должен смотреть только программу «Время», но не послушать то, что там говорят, Алса Женицына. Сквозь шум, свист. Сквозь шум, свист, да? И вот сейчас, я вообще никогда не думала, что те, кто нам говорили, что это некрасиво, глушить, это заботы... Сейчас будут глушить, понимаешь? Будут запрещать Россию-24, Russia Today, да? Будут проследовать российских журналистов и будут нам предлагать, да, жить вот в таких шорах, да? Что вот смотреть только это телевидение, смотреть только это телеканал, слушать только этого политолога. Почему? Ну, ведь, смотрите, демократия другое предполагает, демократия предполагает выбор, даже в средствах массовой информации. Я, мне нравится вот этот телеканал, эта газета, этот интернет-портал. Станислав, извини, но тебе не стыдно, но тебе не обидно? Вот меня считают дураком, кто-то будет решать, что мне смотреть можно, а что мне нельзя. Я взрослый человек, давайте я сам разберусь. Я посмотрю один, второй, третий телеканал, пропаганды хватает на всех телеканалах, поверьте мне. И россияне не самые искусные пропагандисты, я вам скажу честно. Они еще пока учатся только у тех, у кого я хорошо учусь. Но, знаешь, то, что они учатся, хорошо учатся, это уже говорит о том, что их хотят запрещать, закрывать. И мы знаем, с чьей подача это делается и зачем это делается. Зачастую, мне кажется, это делается для того, чтобы обратить на себя внимание Москвы. Иногда тоже, да, вот смотрите. А помнишь, в прошлом году, его внесли в парламент, потом вынесли. А что, была проблема его принять? Не было же проблемы. Мы знаем, как в парламенте голосуют, как у нас делается правящее большинство. Но, тем не менее, мне кажется, это где-то такой предмет есть торга. Обратите нас внимание, а иначе мы тут, понимаешь, возьмем и затопим ванну и квартиру, когда, в общем-то, нужно решить один главный вопрос, пытаются его прикрыть еще кучей других вопросов. При разбирании всех этих ситуаций ты как бы идешь на уступки, но потом в конце, вот смотрите, сколько уступил. Ну, нормальная политика. Это реал политики. Да, так оно и есть. Если вы хотите иметь, знать, о чем думаем ли, не следите за тем, что они говорят, следите за их руками. Мы больше говорим о движениях рук. Ну, вот, если, опять же, говорить об евроинтеграции, ненадолго вернуться опять к этой теме, вот, на твой взгляд, какое ощущение сегодня у граждан Республики Молдова относительно того, что вот за эти три года мы сумели достичь или, наоборот, потерять, ощущение вот власть придержащих сегодня, достаточно ли реализован потенциал вот этого многостраничного документа, который был дан в поддержку реформ и ощущение тех партий, которые и сегодня продолжают опираться именно только на риторику евроинтеграционного характера. То есть, вот это наше будущее, только Запад вот все наше. То есть, исчерпан ли этот бренд сегодня в политике? Ты знаешь, я не настолько... И в экономике, опять же, хотелось понять. Я говорю, что я еще раз повторяю, я не политолог. Я не умею Курчава много говорить, ни о чем. Я, в принципе, как журналист, опираюсь на факты. Есть социологические опросы. Во времена партии коммунистов, которая отнюдь не проводила политику евроинтеграции, но не такую оголтелую, у нас число желающих интеграции в Евросоюз было за 70. Сейчас она упала ниже 38, вдвое упала, и уже число тех, кто за Евразийский Союз как бы превышает это количество. Согласно опросам, которые делают западные компании. Это не социалисты делают, не россияне, никто. Я думаю, что ситуация, если бы делать честный опрос, еще хуже. Хотя я чувствую, что иногда бывает так, что и закручивает гайки и западные опросы. Вот в Румынии, допустим, сделали опрос, когда очень хотели гражданское общество получить дополнительные деньги, и фон Сорос там сделал опрос, потому что каждый второй румын мечтает о возвращении Чаушеску. было сделано, да, и особенно молодежь считали, что там Чаушеску чуть ли не было. Ну, забыли. Забыли, что это была самая бедная страна Европы, правда, без долгов. Да, правда, без долгов, да, но и в принципе, как бы, был самый одиозный режим, потому что даже, как мне рассказывал личный фотограф Брежнева, Моисе Элян, у нас в Тасе работает, он говорит, всякий раз, когда ваш Чаушеску, я говорю, почему наш, говорит, ну ты же там рядом с ними, всякий раз, когда ваш Чаушеску лез к Брежневу целоваться, он не показывал, что это вырежет, даже если даже Брежнев, который не считался у нас там светочем демократии, стеснялся, стеснялся этого. Так, при чем здесь русские, да, вот сейчас в России, в Румынии, кстати, тоже, я всегда, когда вот к ним попадаю, мы общаемся, с ихними журналистами, политологами, всегда удивляюсь, спрашиваю, подождите, а с чего вы сейчас решили, что Чаушеску вам навязали русские, да, они сами его не любили, да, и он был какой-нибудь независимый от России, от Советского Союза, имею в виду, и был такой особнячком, но тем не менее, это ваше производное, да, то есть, как бы вы, 18 лет, вы ему молились, потом взяли, расстреляли, при чем здесь Советский Союз, знаешь, при чем здесь Брежнев, если он сам его не любил, поэтому здесь тоже, как бы, есть много вопросов, поэтому так же вот и с европейской интеграцией, знаешь, вот когда-то была у нас коммунистическая идея, в которую мало кто верил, так сказать, и до сих пор никто не верит, и даже и потому, что голосовали за партию коммунистов, ну будем серьезными, да, и в времена Советского Союза никто серьезно не верил, да и сейчас, я не думаю, что все верили, что Воронин собрался строить коммунизм в Молдове, в отдельно взятой стране, он же не, да, 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 в социально ориентированное государство, избиратели помнили те добрые времена, да, и, как бы, хотели их вернуть, да, когда работали предприятия, когда заводы, когда люди чувствовали себя уважаемыми людьми, вот, я никогда не забуду, когда одни западные журналисты, которые вместе со мной, как бы, мы побывали на бывшем заводе, да, в Мизон, где сейчас там рынок, и там мои друзья стояли, которым я когда-то работал в советское время, они были инженерами там в заводе, они побеседовали с ними и спросили, сколько вы здесь получаете, они сказали, ну, долларов 400 на там рынке, зарабатывай там в месяц, а если вам заплатили бы 200 долларов, вы навернули бы на завод, да, вы пошли бы, они говорят, пошли бы, и вот они этого не понимали, как, Валерий, объясни, почему у него 400 долларов вот здесь плохо, а там самое, я говорю, да спросите их, и знаете, он ответил на эту фразу, я там был человек, я там занимался любимым делом, это не важно, не так уж и мало, да, ну, вот, такое понимание, да, люди хотят, самоуважение, люди хотят себя чувствовать людьми, да, люди хотят, ну, давай скажем честно, честно говоря, как на нас смотрят туда, куда мы ездим, наши люди ездят работать, мы ведь об этом, мы эту тему, наши инженеры, человеческих душ, наш союз писателей, заняты арендой, и политическим сбором денег с олигархов, как-то пропускают, а что в этом трагедии, да, вот эта трагедия, которая всколыхнула все, когда мужчина убил жену и двух дочерей, да, чтобы она не уезжала на работу, а кто-нибудь думал, что происходит с семьей, когда пять лет они не видятся, по шесть лет, по семь лет, что происходит с этими детьми, откуда у нас вот этот рост детской преступности, откуда у нас вот это вот, очень многое, что нам не нравится в бытовом отношении, это оттуда, это разрушенные семьи, это разрушенные общества, это разрушенные связи, разрушенное уважение между поколениями, да, вот, оттуда и наши просьбы, нашей молодежи, да, которая ни черта не сделала для этой страны, что мне буквально ввергает в изумление, да, отберите у стариков паспорта, у стариков, которые выиграли войну, которые отстроили, так сказать, эту страну, эту республику после войны за 25 лет, в 50 раз увеличили ее экономику, да, промышленное производство и так далее, и те люди, которые за 25 лет сделали из страны посмешище, говорят, надо брать у них паспорта, чтобы они не могли голосовать, ну, как это? Ну, сейчас, если, ну, удавалось бы увидеть глаза молодых людей, которые, ну, вот, людей, которым показывают советскую хронику, каким был Кишинев, честно говоря, я был удивлен, для меня там, ну, как-то такой определенный уже стандарт, да, пролетает самолет над Кишиневом, аэросъемка, проспекты, газоны, эти, смотрю, эти дети, вот эти 20-летние, открыв рот, спрашивают, а что так было? Станислав, не надо много говорить, в городе нет человека, который может управлять городом, скажем так, в городе однили схемы, вот сейчас заговорил Серафим Александрович Урикян, бывший мэр, когда он на телевидении начал говорить о том, что сколько миллионов зарабатывает аффилированные компании, миллионов долларов, десятки, сотни миллионов долларов зарабатывают аффилированные либералам компании, которые там поставляют нефтепродукты и так далее, это не я сказал, это Урикян сказал, я думаю, что он знает. Ну, схемы рождались, наверное. 10 лет назад, побыв мэром, он с знанием дела, это не то, что я, я был депутатом горсовета в начале 90-х годов, я тоже видел, что там происходило, но уже потом пошло и пошло и поехало, да, и давай скажем так, не надо далеко ходить, я вот недавно был в Тирасполе, на центральном рынке, я подъехал к рынку, меня встретило место на парковке, да, вот попробуйте у нас паркануться возле центрального рынка, я туда подъехал, мне встретило место за 3 рубля в час, это копейки, это как у нас 3 лея, да, меньше 3 лея, 2 лея, да, я заплатил, я поставил машину, мне дали тележку, я вошел на рынок и был поражен, на рынке эскалаторы, идеальная чистота, везде плитка, все в одинаковом униформе, все раздельно, вот рынок, там молочные продукты, отдельный павильон, мясной, везде идеальная чистота, у всех одинаковый, контроль, никакой, это не европейская страна, это совок, там Ленин у них стоит, и так далее, и так далее, я приехал в столицу европейскую, на улицу имени евроинтеграции, это между рынком, я так называю ее, потому что я испытал позор, когда провожал своих коллег из Германии, которые встречали своего человека, он прилетал сюда, из Германии, через Румынию, приехал на автобусе из Бухареста, да, и мы его вечером встречали, и вот на этом рынке они увидели, как люди исправляют нужду, прямо, знаете, вот под автобусом, там возле этого рынка, а днем они увидели, там решили прийти с ними, сядь, как с этой самой мостовой, залитой мочой и экскрементами, торгуют мясными, молочными продуктами, и так далее, они были ошарашены просто, мне было стыдно, мне было дико стыдно, понимаете почему, потому что, что они должны были думать обо мне, да, если я живу в такой стране, где вот это возможно, да, ведь для этого не нужны миллиарды инвестиций с Евросоюза, для этого нужно просто чисто, нормальная политическая воля, нужен хозяин в городе, который бы пришел и сказал, ребята, завтра, чтобы я этого не видел, да, или иначе ответственные за это дело будут завтра уволены, и очень просто, все решается, да, ты посмотри, что случилось с городом, когда, ну, это же не комедия, да, когда, и когда мэр вместе с своим дядей бегали, собирали веточки, нужно же организовать работу, до сих пор, чтобы убрать заваленные улицы, то есть я голосовал, я не голосовал, боже упаси, никогда за Киртока, потому что понимаю его возможности, возможности в дяде, но в конце концов, те, кто заголосовали за Киртока, они что, голосовали за дворника или за мэра, организатора, спросите их, и честно говоря, в этом виноваты ни ГИМПу, ни Киртока, они нормально себе зарабатывают, и думаю, что обеспечили себе внуков, что виноваты мы, виноваты мы, прежде всего мы, потому что мы готовы всегда на выборах устроить это шоу, куда мы идем, в Европу или еще куда-то, знаете, мы готовы убить друг друга, но мы никогда не обращаем внимания, как нами уже 25 лет управляет, вот если мы на это обращали внимание, они на том, в каком языке человек говорит, какой у него цвет кожи, какой у него прошлый, или так далее, меня не интересует, допустим, кто будет мэром города, мне главное, чтобы это был менеджер-хозяйственник, он может быть из Зимбабве, откуда угодно, если он хороший хозяйственник, он хороший менеджер, и может поправить дела в городе, да, я за него буду голосовать. Ну, отчасти, наверное, сейчас как-то озвучено было, и главные, озвучены были главные причины, почему сейчас так массово люди подписывают подписные листы по организации референдума секретарь. Ты знаешь, самое смешное, что вот я замечаю, что те люди, которые когда-то готовы были меня убить, когда я говорил, что, ребята, что вы делаете? Зачем он? Вы в третий раз наступаете на грабли, что я о вас должен думать? Вам нравится ситуация в городе? Нет, не нравится. Я говорю, тогда почему вы выбрали его? А что ты хотел, чтобы был социалист Дадон или Гречан? Я говорю, так подождите, ну хорошо, не нравится вам Дадон, не нравится Гречан? Выберите третий вариант. Выберите другого, предложите. Вот это какой-то тупик, знаете, вот честное слово. Ну, мне было просто смешно наблюдать. Ведь, давайте скажем честно, даже если представить, что Путин просыпается утром и думает, как разрушить Кишинев, он вместе с ими спецслужбой и армией не сделал бы с Кишиневым то, что сделал племянник севодядей. Не сделал бы, понимаете? Выберите по центральной улице. Это катастрофа. Если человек не в состоянии отремонтировать тротуар возле входа в мэрию, там можно поломать ногу. Ну, так о чем еще говорить? Что еще надо сказать людям? Сам-то он заходит через черный ход, наверное. Что еще надо сказать людям, которые за него голосуют, понимаете? И я смотрю уже бедный Пирко Тапиола, уже не знал, куда деваться, выталкивал его там, понимаешь, с трибуны, а он провел несколько орлопанов, которые кричат, как сумасшедшие там, не знаю, сколько им заплатили из откатов этих всех. Значит, ну, они кричали слава, ура, да здравствует, опять танки Путина и так далее. Ну, за кого они имеют людей? Ну, вот в этом все и беда, что тогда, когда нужно сделать выбор, от правильного выбора отвлекают вот эти практически пустословные беседы на тему. А вот что мы думаете о том, как на это посмотрит мифический запад? Или вот, а вы не думаете, что вот сейчас будет примар, который будет ездить чаще в Москву, чем в Бухарест? Так пусть он вообще никуда не ездит. Пусть он ездит в Бубуечи, в Дурлешты. Вот там он должен присутствовать. Меня примар не интересует, как человек политический, понимаете, это менеджер. Его партия это город и горожане. Вот и все. Тут очень простой принцип. Да, и обидно, что горожане сами позволили, в принципе, сотворить с ними вот этот беспредел. И задаешься вопросом, а до каких пор еще можно нагнуть кишиневца? Что можно еще с ним сделать? Что с ним еще можно сделать? До него прошло. Я думаю, этим вопросом задается, наверное, и власть придержащая, которая изобретает те или иные схемы. Давайте отнимем детские площадки. Молчат, ну, пошумели, ушли. Давайте отменим. Да я думаю, судя по тем же арестам, которые прошли в окружении, да, и Киртуак, и ГИМПу, ну, власть придержащая, тоже задумались над этим вопросом, но, мне кажется, не делают выводов из этой ситуации сами. Ну, видно, очень сладко. Понимаешь, когда уже не замечаешь, что вот стоят уже за спиной, да, а тут еще, как бы, знаете, хочется еще раз запустить руки в мир. А тут же сзади позвякивают наручниками. Ты не очень понимаешь, что это за браслет. Ну, знаете, это очень тяжело. С таких, так сказать, мест очень, как это бизнесмены между собой, когда говорят, да, не говорят, но с такой соски очень трудно соскочить. Вот сложно, сложно очень, вот не хочется. Ну, вот все-таки есть какой-то определенный позитив в том, что происходит в нашей стране, а я имею в виду возближение с Российской Федерацией, точнее, возврат к такому более конструктивному диалогу. Строится диалог абсолютно на экономической основе. Мы говорим о возможности послабления мигрантам. Мы говорим сегодня о расширении списка предприятий, которые могут экспортировать на территорию Российской Федерации свою продукцию. Мы сегодня говорим о каком-то культурном обмене. И, кстати, вот про культурный обмен хотел сказать. Мы экспортируем не только гастарбайтеров и, так сказать, молодежь на учебу. Мы гастролируем и носителей культуры молдавской, то есть экспортируем. Ведь посмотрите, как успешно выступил сам строк прожект. Флаг Молдовы подняли. Буквально недавно в Украине выступала команда КВН Стояновки. Это наш местный продукт, отчасти, которому приложил руку Ягчен ТВ. И хочется сказать на Лиге Смеха, чем они взяли Украину. У них был такой скетч, когда связан с евроинтеграцией. Там участник этой команды говорит, вы сейчас подписали соглашение, а мы уже три года. И он стоит, абсолютно такой худенький парень, в пиджаке на 10 размеров больше. И он говорит, вот смотрите на нас, вот такими скоро будете вы. зал... В пиджаке купил еще 20 лет. Нет, пиджак нам вообще ему подарили. И в итоге надо было видеть реакцию. Я порадовался за Украину. Был такой здоровый смех, самокритики, когда вот есть видимо все-таки надежда и на людей этой страны. если бы не этот конфликт между Россией и Украиной, очень печальный конфликт, вот как бы эта обозленность, если бы не этот дурацкий выбор, который предложили Украине, или-или. У меня там масса друзей, журналистов и так далее. Я их спрашиваю, ребят, а зачем им это было нужно? Ты знаешь, мы думали, что мы как-то будем ближе к Европе. Как? А куда ближе? Перенесете Карпаты к Альпам? В Африке, что ли, находитесь? Вы европейская страна. Но многие очень не понимают, что ты интересен тогда, когда у тебя еще есть какие-то связи. Вот знаешь, страна, которая обрывает резко с одной стороной, становится неинтересной другой стороне. И наоборот, интерес к этой стране возрастает, когда у нее и хорошие связи. Например, Азербайджан, Армения, Белоруссия. Налицо. Что, разве тот же Лукашенко не ругается с Кремлем? Еще как ругается? Да нам еще не дойти до того, как он ругается. Но ругается со своей интересы. Мы же, понимаешь, перестанем быть интересными Евросоюзом, американцам, когда рассоримся с россиянами. Это мое понимание. Поэтому баланс жизненно важен для нас. Нам нужно иметь хорошее отношение и с Кремлем, и с Европой, и с американцами. Тем более, что у них разные интересы и разные цели. И мы должны понимать, вот мне как-то один мой коллега, который в Штатах работает уже лет 20, он сказал, ты знаешь, говорит, самое интересное, что никто не хочет посмотреть в историю, о чем мы говорим. Вот почему я как бы могу поговорить на телевидении, потому что я ту историю Молдавии описывал, у меня все ходы записаны, понимаешь, с самого начала. Я видел уже, чем это заканчивалось. То есть не надо быть мудрецом и человеком с пьемпиадой во лбу, чтобы предсказать то или иное, что закончилось. Но это уже было. Это уже первая заходная евроинтеграция, три разахода было уже. Поэтому, честно говоря, всякий раз этот интерес быстро заканчивается к вам. И вот она даже вскоре очень забудет, скажет, ну вот выполняете это соглашение, вы и выполняете. А почему у вас невыгодно стало выращивать помидоры и грудцы? Это же не наша проблема. Это ваши проблемы. А с Россией дружите, скажут. Дружите, поставляйте экспорты. А они у нас не берут. Ну что же, плохо дружатся. Все будет легко. Да, будет нелегко. Ну, давай скажем так. Я не хочу примирить. Это очень хорошо, что Молдова получила без визы въезд. И Украина его сейчас получит. Ну, давай скажем честно. Вот так помеж нами. У меня что, была проблема поехать в Европу? Приходишь в туристическое агентство, покупаешь тур. Какие россияне это делают, да? У кого есть деньги, покупаешь тур, тебе через пару дней приносят паспорт с визой, потому что ты купил тур и едешь тратить туда деньги? Какое это имеет отношение к тем людям, которые хотят ехать туда работать? А работать там никто не разрешает. То есть, это практически открывается шлюз. Я вот ездил и в Италии, был и в Греции. Там полно украинцев сейчас. Вот буквально этим прошлым летом, да? Полно украинцев. Все забито украинцами. Они сбежали из страны. А это плохо. Почему? Потому что когда население бежит из страны, наша радость в чем была? Мы же не понимали. Мы же, как вот те люди, которые пришли в власти в 90-х годах, на волне которых, они же мечтали о чем? Что все уедут, а мне все достанется. Понимаете? Выяснилось, что все уехали, а счастья не прибавилось. Почему? Потому что чем более населенная страна, вот когда же Китай сегодня движется с имени Лизгами, те проблемы России, где не хватает народонаселения для того, чтобы наполнить экономику. Потому что человек, когда он работает, трудится, платит налоги, что-то крутится, он производит. Земля, Штефан Великий сюда проводил целые сотнями тысяч из других территорий людей, потому что он понимал, что земля, она не дает прибыли. Прибыль дает человек, который трудится на этой земле. Понимаете? Законно подданы, откуда слово. У нас этого не понимали. Понимаете? И то, что люди уезжают из страны, в этом ничего хорошего нет. Многие не вернутся, а уезжают самые лучшие, самые предприимчивые, те, кто может поднять якорь и уехать. Этому радоваться не надо, что открылся шлюз. Европейский Союз этому радуется, к ним прибывает дешевая рабочая сила, прибывают люди, которым россияне радуются, потому что к ним уезжают наши кадры и работают, там и строят. А вот, знаете, получается так, что Молдаване отстраивают Москву, Брюссель, Рим и другие города, А собственный Кишинев грабят какие-то либералы. Обустроить не могут. Понимаешь? Вот. И вот этот вопрос, который мне сейчас задают, когда я из Москвы, вот, друзья проезжают, слушай, да мне Молдаване такую дачу построили, а что же у вас это делается такое? Я говорю, не искусный, не строитель, не такой у вас, под тем воздухом, на морозе могут строить. А здесь нет. Это, во-первых. Во-вторых, ты мне говорила о том, что либералы очень много говорят о бедах, которые принес Советский Союз. Да, был голод, да, были репрессии, никто не приветствует сталинские репрессии. Но если смотреть, то сейчас говорят о сумасшедших цифрах. Вот недавно были у меня итальянские журналисты, они меня ошарашили. правда, что из Молдавии депортировали 2 миллиона человек? Я говорю, в Молдавии столько не жило. Это что, всех депортировали, что ли? Да. Тогда кто умер от голода? Да, вот как бы все. Вот такие цифры заваждаются. Я помню эту комиссию старший брат Гимпул, Георгий Гимпул. Кстати, я его уважал, он действительно был человек, который пострадал от репрессии, да, вот, мало ли что он говорил, но он имел право быть обижен на советскую власть. Не в пример очень многим тем, кто занимали, тогда членами были Политбюро, а сейчас называют их последними словами, да, мне так хочется, или вы трусы снимите, или крестик оденьте. Некрасиво, вы знаете, быть и там в первых рядах Папы Римского, святее и здесь быть в первых рядах, поливая грязью свое прошлое. Талантливые люди. Талантливые люди, да. Вот, так в конце концов, если вспомнить комиссию Гимпу, а я это помню, Великолепно, я освещал эту ситуацию, я разговаривал, брал интервью Гимпу, и он говорил, что мы говорим о 31 тысяче высланных. Это были не расстрелянные, не убитые люди, это были высланные. Это была трагедия этих людей, это были самые предприимчивые, лучшие люди. И не случайно из них вышел потом и Мир Чайлович, Снегур, и Дьяков, и очень много и талантливые люди, и дети стали потом кем-то, да, несмотря на то, что их были депортированы. Но в конце концов, эти люди, которые так громко говорят о сталинских репрессиях, это плохо, да, что были сталинские репрессии, ничего не говорят о других репрессиях. 300 тысяч во времена режима Антонеску было и убито, и выслано, и депортированные в концлагерях сгинули, да, и это тоже преступление, которое недавно власти Средней Румынии вынуждены были признать и принести официальные извинения. У нас же об этом молчок. Леша Тулбри написал прекрасную статью, а я с этим Левой Бакалом, который он там упоминает, жили на соседних улицах, его сестра была подругой моей матери, а мой дед прятал эти семьи еврейские, да, которых забивали. Наши соотечественники из сел, из гарден-эфер и так далее, убивали, вырывали золотые зубы, затнимали кольца и так далее. А это как? Это мы будем молчать об этом и будем не говорить об этом? Если же говорить, надо обо всем. Во всяком случае, я, насколько я знаю, таких зверств не было по этническому признаку, да. Вот. Ну вот такая ситуация, понимаете, если говорить, конечно, об истории, то надо говорить обо всем, осуждать все, а не только выгодные нам вырывать моменты, что вот там... Ну, к сожалению, мы уже начинаем привыкать к этому и даже порой, особенно молодым нашим соотечественникам, легко в это вериться. Ну да, да, да. Вот как и галлянские журналисты. Правда, что 2 миллиона выслали? Я говорю, конечно, правда. Но только, знаешь, почему выслали? Потому что вот буряты приехали вместо них. Да, вместо них стали убирать голод. Да, да, да. Спасибо за беседу. Я надеюсь, что зрителям было также интересно и достаточно популярно все нами рассказано. Беседы, в общем-то, главная цель которых понять, в какой стране мы живем, что надо исправить для того, чтобы не стыдно было смотреть своему будущему в глаза, то есть своим детям. Что мы оставим на следствии? Для этого надо просто оглянуться по сторонам и сделать нормальный, спокойный вывод без этих всех измов, граций и так далее, и так далее. Просто посмотреть, как мы живем, и просто спросить тех людей, которых мы выбираем, да, ребят, давайте что-то делать, иначе как-то за страну обидно. Да, и да поможет нам прокурор. Да, это может, да. Кто-то пошутил, говорит, прокуратура это важнейший фактор партийного строительства в Молдавии. Эта шутка мне дорого как-то стоила. Я надеюсь, сейчас она пройдет так же незаметно. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был глава бюро ТАСС в Молдове, Валерий Демидецкий. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова